Принудительный первый фестиваль юмора в городе Пятигорске. Почему принудительный? Потому что, судя по всему, в зале собрались только волонтеры. И наши почетные гости, которых мы позвали, чтобы сегодня оценить выступающих. Можно музыку, кстати, выключить. Вот так лучше, отлично. Добрый вечер, добрый вечер, все, кто сегодня пришли. Значит, расскажу, что сегодня будет происходить. У нас будет фестиваль юмора, первый пятигорский фестиваль юмора. Вот, одна из шуток, то, что, ну, зал как бы пустой. Это первая шутка, которая должна остаться в веках. Вот, но я вот подумал, что надо было действительно, ну, чтобы, ну, больше народу было, надо было просто всех приглашать как почетных гостей. Вот, то есть, вот так вот. Ну, вот они обе. Ну, я должен это сказать, понимаете? Я должен это сказать, потому что, ну, я вас всех не вижу, и мне кажется, что, ну, там всего... Ну, я как на призывной комиссии, короче, я что-то рассказываю, так, мне надо немножко с вами войти в ВКонтакт, чтобы вы меня не взяли. Можно и туда. Вот. Меня зовут Садия Рабасов, я сегодня буду вести это мероприятие. Да, я скину на YouTube, а с YouTube поделюсь видеозаписи в ВКонтакте, а там... Вот, ну что ж, давайте сначала представим наших сегодняшних почетных гостей, которые сегодня у нас здесь будут. А, ну, я скажу, значит, как у нас планируется. Я тогда впрямую, и тогда в моей видеозаписи будет концерт. Надо сказать. Короче, мы планировали провести, ну, фестиваль КВН, ну, то есть команд КВН и стендап. У нас тут начал немножечко вот стендап зарождаться на Кавминводах. Вот, и мне позвонили, говорят, давайте, будет стендап комики, вот, и КВН. Я говорю, ну, хорошо. Вот, стендап комики есть, КВН-а, ну, КВН-а нет, вот. Сегодня не будет его, но будет сегодня одна команда, представляющая школу. Хорошие ребята, они в конце вам покажут КВН. Ну, а знаете почему? Ну, чтобы если что, вы не ушли раньше в Рим. Вот, если кто-то на КВН пришел. Ну, смекалочка, поняли, да, типа? В конце. Что, ну, в общем, оценивать. Да, у нас сегодня 8 участников, 8 стендап комиков будут, можно похлопать. Это неплохо. Вот. Но самое интересное, у нас и 8 почетных гостей. Вот. Могли, в принципе, просто, ну, от каждого по маме пригласить, вот, чтобы. 8 почетных гостей, 8 стендап комиков, всего 3 кубка у нас будет. Я думаю, один из кубков мы определим зрительскими симпатиями, да, давайте так сделаем. Ну, там, за третье место, допустим, зрительскими симпатиями. Ну, и второе, первое, наши почетные гости, они... Надо что спросить там? Цыганок на верхнем рынке. Цыганок на верхнем рынке? Блин, надо было, кстати, цыганок позвать. Может, они... Может, они любят юмор? Сейчас уже начинают подсказывать, уже начинают подсказывать, что надо было сделать. Вы, если что, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Ну, я не знаю, надо создать на канал какой-то. Ну, там, фест юмора Пятигорск. Орелку. 2019, собака, там, ну, что там, нижнее подчеркивание, official, вот. Ну, потому что вдруг фейки, фейки могут создать наш аккаунт. Так, давайте представим наших замечательных почетных гостей, которые там... Ну, вы живы? Все нормально у вас? Все отлично. Все отлично. Давайте тогда начнем с нашего первого почетного гостя, директор Центра реализации молодежных проектов и программ города Пятигорска, Марина Вильева. Вот, вот. Что-то вы далеко сидите, ближе к выходу. Вы нам нужны. Так, давайте дальше. Депутат Совета депутатов предгорного района Ставропольского края, член Совета молодых депутатов Ставропольского края, Геннадий Попов. Дев год, вот, уже ближе к центру. Так, ведущий радиостанции «Шансон» и «Ретро-ФМ» арт-директор Джеймсон Дью, человек, который помогает нам со стендапом на Кавминводах, Никита Шульгин. Так, отлично. Чемпион Ставропольской краевой лиги, финалист лиги «Кавказ» в составе команды КВН Оля Лукина, Наталья Коши. Вот. Так, топ-10 мира флутбоксеров по версии YouTube. Победитель всероссийской студенческой весны Арзуманян Левон. Так, это еще не все. У нас есть два замечательных наших гостя. Это чемпионы высшей лиги КВН в составе команды КВН город Пятигорск. Александр Наумов и Татьяна Винокурова. Так, ну что ж, почетные гости объявлены. Зрители тоже как бы уже в предвкушении. Да, вы готовы? Да. Знаете, есть такое вот банальное, типа, похлопайте, как вы хотели бы, чтобы прошел вечер. Ну-ка. Отлично. Ну что ж, тогда давайте начинать. И первым на эту сцену приглашается Алексий Николаидий из города Пятигорска. Так, давайте похлопаем. Алексий Николаидий выступал первый со своими отыгрышами. Вам понравились отыгрыши, Алексий? Да, да, да. Видимо, родители сидят, пришли. Хорошо. Ну что ж, двигаемся дальше. У нас сейчас будет гость. Он приехал из Кабардино-Балкарии. Давайте его тепло встретим. Ислам Шакуев, представляющий КБГУ из города Баксана. Так, давайте встретим, проводим. Ислам Шакуев, город Баксан. Так, как вам Баксан? Как вам экскурсия? А что вы так не хлопали сейчас, когда он уходил? Мало родственников, что ли, из Баксана? Я, знаете, ну перед тем, как объявить следующего участника, хочу рассказать. Я вот, ну недавно купил зубную пасту с активным фтором. Вот, с активным, понимаете? Я купил эту зубную пасту, но еще ни разу я не чистил зубы. Потому что, ну я не знаю, что будет. Я не знаю. Но я боюсь. Я боюсь. Я вдруг почищу ей зубы, и активный фтор на зубах такой. А пошли-ка на митинг. Я записал тебя в волонтеры. Вот. А я не хочу этого, понимаете? А-а-а. На волонтеров, понимаете? Рассчитан материал. Вот. Ну, я просто, я к тому, что я хочу обменять эту зубную пасту на, ну, на фтор попроще. Знаете, такой фтор, который может, ну, в ютубчике там разбирается, который может подсказать какой-нибудь сериальчик. Вот. Заметили, что, ну, Пятигорск вообще, ну, такой нацменский город достаточно. Ну, это легко понять вот по сервисам, которые есть. Я как-то, ну, вызвал такси, и мне звонит по телефону, и говорит, братан, кайф есть, выскакивай. Я выхожу, ну, сажусь в машину, говорю, ну, мне надо там домой. Вот, мы едем, и в какой-то момент он просто сворачивает с моего маршрута, куда-то уезжает. Я говорю, что случилось? Он говорит, матушку надо забрать, тут недалеко. И мы едем куда-то 14 километров, вот, выходит какая-то пухлая женщина, и он говорит, братан, пересядь назад, матушка спереди любит сидеть. Ну, я сажусь назад, ну, и, короче, мы возвращаемся, и он пять кварталов до моего дома не доезжает, говорит, ну, все, братан, дальше сам. Я говорю, что случилось? Он говорит, у меня дела. Я говорю, какие у тебя дела? Он говорит, новый заказ. Вот, и самое ужасное то, что, ну, он говорит, с вас 95 рублей, я даю ему сотку, и, ну, он говорит, у меня нет сдачи. Я думаю, ну, ничего страшного. А потом я про себя, ну, выхожу и думаю, ну, какого фига? Ну, я ж так не делаю в магазинах. Но там, даже если рубль мне не дают, даже если рубль, я сверлю взглядом эту кассиршу, типа, ты что, меня обманываешь? И кассирша всегда такая, ну, нету сдачи, возьмите там спички или жвачку. Вот я думаю, пусть так и таксист делает. Вот нет у тебя сдачи, погазуй мне на пять рублей. И диск лесоповала забираю, чтобы в ноль выйти. Вот, ну что ж, давайте, так, не надо, переберегите, приберегите аплодисменты для нашего следующего участника. Лох в ладошке, все, готовы? Тимур Апаев, город Нальчик! Тимур Апаев! Тимур Апаев! Я, знаете, ну, бываю иногда в больших городах, типа Москвы, Петербурга, и сам я из города Иссентуги, и вот я говорю, я из города Иссентуги, и в Москве, в Питере вообще не знают, где это. Они говорят, а что там рядом есть? Я говорю, ну, у нас есть Пятигорск, там убили Лермонтова, и как только я говорю, что там убили Лермонтова, они на меня так смотрят, как будто я его убил. Как будто я Садияр Мартынов. И я в Петербурге рассказывал, эта девушка такая сидела в кафе, и такая, ну, получается, у вас там убивают русскую литературу. И так кофе выпила. Я говорю, конечно, мы еще когда шашлыки жарим, то угли раздуваем только вторым домом мертвых душ. У нас только так. И у нас же Ставропольский край, у нас Ставропольский край, много полей, и знаете же, ну, часто, ну, не часто, но я видел, что у нас тоже, оказывается, есть вот эти, ну, круги на полях, знаете, которые есть во многих полевых местах, полевых районах. И я посмотрел пару репортажей местных, вот, ну, про эти круги, и они очень, ну, уродские прям у нас, какие-то, ну, максимально страшные, ну, по сравнению там с Великобританией, с Америкой. И я, у меня есть теория, у меня появилась теория, что просто инопланетяне используют Ставропольский край как черновик. То есть они у нас тренируются, а потом сдают ЕГЭ где-то в Британии или вот в Америке. Давайте встретим нашу следующую участницу. Это девочка, так что давайте теплее. Из города Иссентуки Григорян Кристина. Так, давайте похлопаем Кристина Григорян. Двигаемся дальше. Сейчас на эту сцену выйдет семейный человек. Ростислав Приходько, город Пятигорск. Ростислав Приходько. Так, ребята, значит, я хочу вам что рассказать. Дело в том, что я, ну, не часто хожу на свидания, знаете, свидания. Ну, это такие мероприятия, где ты покупаешь еду и смотришь, как ее ест чужой человек. Вот эти вещи. И я предпочитаю знакомиться с девушками в интернете, потому что там дешевле. Я как-то с одной познакомился, зашел на ее страницу, а она сидит в группе «Элита Зеленокумска». Я зашел в эту группу, она там одна. И я ей пишу «Привет, тебе одиноко». Она говорит «Откуда ты знаешь?» Я говорю «Я чувствую такие вещи». И пару дней прошло, смотрю, группу переименовали «Элита Апанасенковского района». Я говорю «Ты любишь путешествовать?» Она говорит «Да, как ты догадался?» Я говорю «Я чувствую такие вещи». Ну и, короче, я говорю «Давай увидимся в Пятигорске». Она говорит «Давай». Я говорю «Как я тебя узнаю?» И она мне пишет «Я буду в Нальчике». Путешественница. Давайте встретим нашего следующего участника. Это Алексей Митцингендлер из города Пятигорск. Ну вы, наверное, поняли, да, почему он очки надел? Ну, чтобы его никто не узнал потом. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Сейчас на эту сцену выйдет очень молодой участник. Ну, хотя не все молодые, в принципе, но это вот самый молодой у нас участник. Георгий Азманов из Пятигорска. Давайте его встретим. Георгий Азманов. Так, ну что ж, и у нас на сегодня последний участник из тех, кто будет выступать. Я всегда его так... Ну, это гость из мегаполиса. Я всегда его так люблю объявлять. Давайте его встретим все. Эдгар Исаханян из поселка Иноземцево. Эдгар Исаханян. Поселок Иноземцево. Так, ну что ж, на этом наша конкурсная часть подошла к концу. Вот. И пока наши замечательные почетные гости будут совещаться о том, как распределяться, ну, три кубка, которые у нас сегодня есть, давайте встретим... У нас сегодня тоже есть гости. Вы готовы, ребята? Давайте встретим команду КВН, которая является вице-чемпионом Пятигорской, говорю, Ставропольской краевой юниор-лиги, неоднократные чемпионы Пятигорской лиги КВН, команда КВН, школа номер 29, ММДЭМС. Так, ну что, ребята, давайте похлопаем школьной команде КВН. Круто, да, стендап и школьный КВН? Гармонично, да? Чувствуете? Так, ну что ж, наши замечательные гости, вы там посовещались, приняли решение? А вам микрофон дали, давайте послушаем, что вы скажете. Будете там что-то говорить в конце? Нет, не хотите? Так, блин, а вас восемь, да, это каждый сейчас начнет тоже, типа, а вы замечали там, когда сидишь в жюри, вот, и все, вот эти вот наблюдения жюри. Кто-то дышит в спину, кто-то, ладно. Не упомясь, испровизирует, да, тебе? А че, не надо меня вот это вот подкузминевать тут поездали. Хотя, знаете, вот, ну, можете подкузминевать, все равно народу мало, никто не увидит, поняли? Я тут могу все что угодно делать. В армию тебе надо взять, слух хороший тебе. Что? В армию? Не надо в армию, что вы тут про армию? Спасибо. 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 Продолжение следует...